Иногда в земле мы находим маленькие металлические шарики с непонятным орнаментом с одной стороны и петелькой с другой стороны. Это старинные пуговицы. Мы их называем пуговки-гирьки. Они встречаются повсеместно и в большом количестве. Так что же это за пуговки такие? И что на них нарисовано? Давайте спросим об этом специалиста. Сегодня мы будем рассказывать про пуговки-гирьки и в этом нам поможет специалист по пуговкам-гирькам, гиревик третьего разряда, Марина Глазова, эксперт по старине, историк. Вот она расскажет сегодня нам про пуговки-гирьки, потому что это ее тема, она все про них знает. Поэтому мы приехали к ней в гости. Вот она! Приветствуйте! Ну немного предыстории давай, Леш. Чуть-чуть про пуговки в целом. Что первые пуговки, например, найдены на территории Индии еще в 2800-2600 году датируется приблизительно. Я даже не знаю, такие древние они. Да, чуть позже на юге Турции были обнаружены пуговки. Но давай поговорим немного о функциях предназначения пуговок. То есть, в принципе, их выделяют три. Это декоративная, вот такая была первая пуговица, найдена на территории Индии. Утилитарная, которая выполняла свое назначение. И самое древнее, это магическое. Как в словаре Удаля можно прочитать, что пуговица это пугалка. То есть, получается, от слова пугать, грубо говоря, пуговица, да, от слова пугать. Да, да, да. Это некая форма пуговица, да, некая форма договора с тайным миром, в котором человек эпохи архаики жил. То есть, некий такой фетиш, который отпугивал влых духов. Пуговки такого назначения размещались в основном на воротнике, да, которая защищала открытая часть человеческого тела. День добрый, мои хорошие, солнечный день. Мы находимся на берегу реки Протвы. По левую руку от меня старая деревня, в которой как-то стояла церковь, то есть это было село. У меня по дороге вдоль Протвы население, местное население соседних деревень приходило на церковные праздники, службы. Я гляжу, какой-то первый сигнал есть уже, да? Знаешь, ты есть. Дай-ка вопрос. Интересно. Подержи приборчик, у нас сегодня супер-лопата, а спонсоры данной передачи... Зато я точно знаю, недавно копал, а в такой земле прямо она рассыпается, вся в пух, и находки не в комке оказывается, а вываливаются прямо. Вон она рассыпчатая, какая земля. Ну что ж, троем, 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 троем. Дай-ка, тушечку. Советики. Что за монетка? Советы. Не, ну сколько, на меня. Копейки 29-го года. Покажи. 29-го? Да. Интересно. Не, посмотрите. Ну, советы попадаются в любом поле. Все равно очень приятная напугачка. Магическая природа пуговиц, да, заключалась и в цвете, и в форме, и в орнаментах. Да, вот вид даже, да, вот разные орнаменты, на пуговичках, на этих старых есть орнаменты разные, причем на всех разные. Самый распространенный, это и самый древний, и самый почитаемый, это солярный знак. Такие кружочки, спиральки, это уже, по всей видимости, форма лабиринта. А что это может быть? Это такой вечный знак, да, поиск человеком собственного пути, да, прохождение его по разным стадиям, да, своего развития. Здесь вот именно у нас кружочки, это... Здесь лабиринт, да, спираль. Спираль, да? Да, 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 в форме лабиринта. Но встречается часто круг, да, с точкой, да, причем, как бы, такой орнамент присущ был народам разным, которые населяли разные части света. Вот точно так. Света, да, то есть можно такой орнамент встретить и у народов, населявших Крит, да, например, встретить у скифов. Ну да, ведь солнце, оно всегда, это круг, да, для любых вообще вот. Да, символ жизни, самые почитаемые. Поэтому солярные знаки можно встретить на предметах быта, на одежде, на ювелирке, где угодно. А, ну, про разновидность и солярного знака, это был еще и равноконечный крест, который можно в разных исполнениях встретить. То есть на пуговичках. То есть на пуговице просто крест, да, наверное, тоже. И вот крест, да, форма... Крест и какая-то точка посредине. Креста, который вписывается в круг, да. Точечка обычно обозначали женское начало, да. Мужское это форма треугольника или квадрата, соответственно, который потом и будет слагаться в форму звезды, например, да. Вот тоже крест и какие-то три точки между лучами креста. Да, это уже о символике цифр. Да, то есть три... То есть мы можем видеть вообще на пуговицах, да, вот на многих пуговицах какие-то точки. Три точки, пять точек. Три точки, пять, четыре, шесть точек, семь точек. Смерть, да, или символ возрастов детства, зрелость и старость. Да, можно встретить четыре точки, да, это уже будет означать четыре стороны света. Угу. Например, пять цифр завершенности, ну, да, пять пальцев, пять органов, да. Земля нынче в этом году какая-то. Выкопалось? Да. Нет, что-то здесь. Ну-ка, Марин, дай сигнальчик. Странно, и вроде комков земли-то нет никаких. То есть земля-то вся рассыпается, а все равно не видно. Что-то мелкое, мне кажется. Да, крестик мужской. Ясно. Ну, вот есть, допустим, самые старые, да, вообще ничего нету, вот какая-то такая вот золобянестая бронзопоговка. Самая простая, древняя, древняя, да? Древняя, древняя, да. Но наверняка тоже была как бы талисмана. Мне кажется, в те времена, вот, наверное, вообще она... Магическая функция, да, причем она очень давно сохранялась, и, вернее, долгое время сохранялась. И даже в 18 веке, когда, да, Русь перешла на европейский костюм, традиционно крестьянство, которое хранило свои верования и культуру, они оставляли такие пуговки для отпугивания. Материал, гляжу, тоже совершенно разный, как вот это, наверное, что это, серебро или лавянистая бронза вообще-то. Да, вот что-то такое. Потому что белый металл, скорее всего, оловянистая бронза, наверное, да? Да, хотя делались из разного материала, начиная от камня и дерева и заканчивая золотом и серебром. Да, при этом уже там в 16-17 век, да, можно встретить пуговки и с чернением, и с сосканием, да, то есть применялись различные способы ювелирной обработки. Разные формы пуговки, гирьки тоже бывают в форме яйца, вот такая вот, да, это тоже очень древняя форма верования, да, и у каждого народа найдется миф, да, объяснение происхождения мира из яйца, в том числе и у славян. Как интересно, сколько вообще... В виде желудя, да, вот сюда, по всей видимости, вставлялась недостающая часть. Да, мы находили такие, здесь в форме яйца, такой или в форме желуди, да, вообще очень похоже на желудь. Здесь керамическое разноцветное, бывает зеленое, бывает красное, вот здесь такое, как яйцо такое керамическое, в принципе, да, это очень похоже на желтие. Ух ты! 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 Ход у Fort, мы уже уткнулись или нет, или нет. Ты hanger тебе! Это монгольская керамика. Ха-хэ. Керамик тем, так он... Ух... Ну-ка... Монгольский... Скорее всего... Выклыл, потому что сигнал уходит. пуговка простая пуговка вот и первое первая пуговка до сегодня вот это есть пуговка гирька да самая простая без орнаментов нам сегодня ассистирует александр маршал человека и лопата вот теперь мы знаем что в старину основной функции пуговицы являлась отпугивание злых духов от чего собственно и произошло само название пуговица пугать при дальнейшем развитии пуговицы основная ее функция была забыта и старинный оберег превратился в красивую безделушку застежку для одежды пуговица стала показателем статуса человека носившего ее чем беднее человек тем и проще пуговицы на его одежде люди побогаче предпочитали носить пуговицы из серебра украшенные красивым орнаментом а самые богатые могли себе позволить пуговицы из золота с драгоценными камнями несмотря на то что история пуговицы исчисляется тысячелетиями чаще всего мы находим пуговицы всего нескольких типов это различные пуговки гирьки отличающиеся как орнаментом так и металлом из которого они изготовлены как правило нам попадаются пуговки ровесники проволочных монет чешуек которые зачастую являются их неотъемлемыми спутниками но иногда нам удается найти пуговки более древние которые можно датировать одиннадцатым двенадцатым веком или даже более древние там где попадаются пуговки гирьки мы можем встретить и кафтанные пуговицы хотя они весьма редки эти пуговицы отличаются от гирек красивым резным орнаментом и более дорогим исполнением как правило их делали из посеребренной меди а очень часто и из серебра золотые кафтанные пуговицы скорее всего в земле нам не попадутся ибо такое богатство характерно лишь очень высокопоставленным людям которые вряд ли забрели бы так далеко от города в такой дорогой одежде иногда нам попадаются некие оловянные ракушки с петельками или колечками по краям это кафтанные застежки носили в семнадцатом восемнадцатом веке и хотя их нельзя в полной мере отнести к пуговицам тем не менее они заслуживают упоминания так как весьма часто встречаются в земле и не все начинающие следопыты знают что это такое во времена петра первого пуговки гирьки вытесняются более привычными нам пуговицами форма которых дошла и до нашего времени среди них можно выделить три основные группы пуговиц первая группа это пуговицы гражданские как правило такие пуговицы никак не орнаментированы и представляют наименьший интерес у коллекционеров чаще всего встречаются нам именно такие пуговицы вторая категория это пуговицы чиновничьи пуговицы для чиновников появляются в конце 18 века когда екатерина вторая вводит в обязательное ношение чиновниками мундиров на таких пуговицах изображались гербы указывающие народ деятельности тех или иных чиновников а позднее на пуговицах появляются гербы губерний пуговицы для чиновников могли быть посеребренными или даже позолоченными и третья категория это военные мундирные пуговицы орнамент на таких пуговицах как правило указывал народ войск и принадлежность тому или иному подразделению например перекрещенные пушки говорили о том что их носители служат в артиллерии а та или иная цифра указывает на номер полка граната с зажженным фитилем и цифрой 14 говорила о том что ее владелец служит в 14 гренадерском полку а гренада без цифры принадлежала военному жандарму ну и так далее сигналчик мешает работе красотулечка а что там не видно просто на пуговку тоже какая-то не гирька мне кажется да или что это не да такая желудеобразная видимо туда как раз что-то вставлялась да 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 точно 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 мне просто в объектив не очень видно что там солнце отсвечивает то есть принципе это тоже пуговка гирька колокольчик а любители по рассматриваю давай копать дома из той же серии ну вот еще у нас и вот здесь ли это хорошо ближе к тебе наверно вот она а монетка вижу вижу я увидел уже чем раньше тебя посмотрим что там полушка полушка и заноза в полушечка анечке на монеточка вот чем мы нашли до сегодня вот вот сегодняшние находки такая вот бабка биток вот так какая еще пуговка сегодня была найдена а вот 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 эти вот вот три пуговки две вот такие вот вещи это шумящие таки не тотал это височные кольца глятические и пару монеток монетки вот да 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 вот эту вот эту такую изуродованную монетку ну да советская двадцать девятого года кстати нету уже той страны но даром рождены и вот такая непонятная какая-то какое-то украшение или что-то такое ну да какой-то орнаментом а вот еще оглавие от креста да вот этот крестик вот этот крест все а эти пуговки это уже из вашей коллекции обо всех нюансах мундирных пуговиц можно узнать на сайте пуговица.ру конечно же мир пуговиц намного разнообразнее но наиболее часто встречаются нам именно те пуговицы о которых мы рассказали